Йога для мозгов Люблю, уважаю, можно сказать, иногда боготворю Этот голос принадлежит мне, Александру Добровенскому, добрый вечер Открываем мы этот сезон, и мне очень повезло, потому что передо мной сидит заслуженная мозгоягиня нашей страны Человек, которого я безмерно уважаю, люблю и вообще все остальное Это актриса театра и кино, конечно, известная вам, Елена Захарова, здрасте, Леонидович Добрый вечер, спасибо Нет, я же тебе всю правду сказал Будет она играть в команде, будет она играть одна Но справа от меня находится мой друг И, можно сказать, подсказчик главный Человек, который портит мне всю обедню, потому что все знает У него энциклопедические знания, несмотря на легкую небритость Полуэнциклопедические Ну, скажем, не британика, а детская энциклопедия Ну, даже небольшая сайта, хорошо, хорошо У меня с притоками Дона вот проблема всегда возникала Петр Ильинский, я как сказал, Ильинский Начинается после пяти лет совместной жизни Итак, Петр Ильинский в правом углу В левом, Елена Захарова Нас можно слушать еще и смотреть, нас можно? Слушать нас можно Ну, нас можно слушать по средам А еще я хочу вам сказать, что в это время Ну, вы все знаете, что будет происходить Я буду задать вам вопрос Лена, у вас будет пять минут, чтобы задать любой вопрос мне Вы не первый раз у нас В это время наши замечательные слушатели будут выходить Я надеюсь, со своими И писать нам свои предложения на ответы на вопросы На смс-портал Плюс 7903-797-6333 Неправильные я буду сразу зачитывать За правильные в конце концов я присужу призы Сегодня разыгрываются следующие призы Значит, у меня сегодня четыре книги Которые я объединил в два очень классных места Приза, да, приз первый Это очень большой и очень красивый альбом Который называется «История войн» Иллюстрированный атлас военной истории Из древнейших времен До 21 века Вот, пожалуйста, посмотрите Да какой приз интересный Да, и плюс туда же можете посмотреть тоже Это моя новая книга, которая называется Она уже не такая новая, но все-таки последняя Которая называется «Одесские рассказы московского адвоката» Я вам открою секрет Многие мозгоюги страны уже давно этой книжкой обладают А вот у меня она сегодня появилась, спасибо Вот, да, замечательно Поэтому я присоединил к рассказам Я присоединил к «Историю войн» Как вам нравится история? «История войн» хорошо, много картинок Ну, конечно И не менее Книга не менее насыщенная картинками Для тех, кто любит Для тех, кто не любит, ничего не поделаешь Потому что если вы выиграете, вы получите этот приз Называется автор Жан-Ноэль Муре Ну, не Мура, а Муре Называется «Ножи мира» Прошу вас, посмотрите Я ее в свое время в PDF скачивал Да ладно Да, здесь очень много Дамаска А я люблю Дамаск А разноцветники Дамаска еще бывают Я думаю, люблю Дамаск Еду в Сирию завтра Вытравливают кислотой Разные получаются цвета металла Очень красиво Да И туда же, естественно Одесские рассказы московского адвоката Также вы можете присылать Свои интересные и каверсные вопросы Которые я с большим удовольствием задам Уже в следующей программе Заходите на наш сайт Сильверу Оставляйте свои вопросы На страничке «Йога для мозгов» И все будет отлично Я, надо сказать, работал И подготовил вопросов 300, наверное За этот отдых Так что берегитесь Вопросы Я по призам добавлю История войн толще Чем ножи мира Ну что делаем Историю войн за первое место А ножи за второе Да, да, нормально Отлично Даже для вашей книги И мои туда же Туда же Конечно Конечно Еще хочу напомнить Что для моих Любимых радиослушателей «Йоги для мозгов» Я провожу розыгрыш Наклей Добровинского Для участия необходимо Приехать на радиостанцию Серебряный дождь По адресу Петровско-Розумовская Аллея 12А Забрать наклейку Наклейте ее на свой автомобиль Разместить фото с ней В социальных сетях Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте Эштегом Наклей Добровинского Или прислать фото На инфособакодобровинский.ру У автора Самой лучшей работы На мой вкус Появится возможность Стать участниками Йоги для мозгов А чтобы гарантированно Попасть в студию Серебряного дождя На игру Вы должны сначала Попасть под прицел Моего объектива На улицах Москвы Я буду фотографировать Все автомобили С наклейками И приглашать Везунчиков в эфир Ко мне на йогу Следите за моим Фейсбуком Фото попавшихся С наклейками счастливцев Я буду выкладывать На своей странице Итак Итак Рукоятка ножа Изготовлена из рога Оленя Альбиноса Представляете Вы когда-нибудь видели Оленя Альбиноса? Я нет Я не видел Но перед вами Пока я же тоже На нож пошел Единственный Слушайте Тут у меня чего-то Не работает компьютер Ну в общем Все работает Мы сейчас проверим Проверим Итак Вопрос Начинаем Йога для мозгов Вопрос первый Лена Захарова А бывали ли вы в Японии? Бывала Семь раз Тогда вы ответите Зависть Да Слушайте Классная Интересная страна Я в кино Там снималась В рекламе И на гастролях Была с Гамлетом Петерштайном Это не Артисты большого театра Могут только посоревноваться По части Японии Это точно Это не вы играли Главную женскую роль В фильме Трудности перевода К сожалению Я играла в фильме Красная луна И меня отрубали голову Вот такая была Печальная история Ну персонал Слушайте вы хорошо Сохранили С тех пор Но я был Я два раза был И второй раз В этом году Летом И вывез оттуда Два забавных вопроса Ну если вы бывали Столько раз Но подождите Не факт что я помню Я давно уже была Совсем недавно В Японии Был принят закон Который предписывает Электромобилям Установить нечто Какую-то новую И совершенно Не предусмотренную Производителями Электромобилей Систему Что это время? Сложно как-то А можно повторить? Да-да-да Можно В Японии Принят закон Японский По которому В электромобиль Должна быть Срочно Даже в те Которые уже ездят Установлена Некая система Которая была Совершенно Не предусмотрена Производителями Когда они Выпускали Теперь ни один Автомобиль Без этой системы Выехать в город Не может Что это? Ну система Она электронная Какая-то, да? Да Ну это может Какая-то система Очищения Нет Связанная с воздухом Нет Можно же разные версии Да, говорить Правильно? Абсолютно Что это может быть То есть экология Чем больше версий Тем лучше Экология Это не связано Никаким образом Может быть Это сокращает Какое-то Время определенное То есть Она может ездить Определенное время С одним человеком Или вот что-то такое Нет? Лимит Лимит какой-то 150 Откатал Следующий И толстого человека Только же выбрасывать Система должна Нет? Или худого? Нет Не пускать Нет Подождите Сейчас Компьютер Давайте А куда вы побежали? Он здесь Я волнуюсь Не волнуйся Подождите А что еще может быть? Подскажите как-то В каком-то направлении Ну давайте подскажу Вы знаете Они насмотрелись На старые автомобили И решили Что кое-что В старых автомобилях Было Хорошего Электромобили Электромобили А это электромобили Которые только ездят от зарядки Да А вот Средний Стартер Нет Ручной Нет Но это не с салоном связано Да? Нет Он отключался в какой-нибудь момент Там что-то С техникой безопасности связано Хочу напомнить Всем нашим слушателям Что если вы хотите Выиграть приз То вы пишите пожалуйста Гигнорирует Хорошо Ваш телефон Вы пишите пожалуйста Ваш телефон Потому что Если вы Писать телефон Не будете Сейчас время пройдет Нет телефона Нет приза Это правда Помогайте Я что-то Я помогаю Так вот Он отключался в какой-то момент Кто? Автомобиль Ну система его почему-то отключала Потому что все Много съездил Там еще что Хорошо С безопасностью Как это это связано? Это Да Это опосредованность Связана с безопасностью Да конечно Насколько опосредованно? Намного Опосредованно Связано с безопасностью Что он делает То есть он или выключается Или сворачивает Или что? Он не выключается И не сворачивается Он делает что-то иное Но связано с безопасностью Точно совершенно Ну ремни там были Это понятно Какой они могли бы Какие сигналы подает? Какие? Какие-то сигналы подает Какие-то новые сигналы Включают Тварийку или Нет Нет Крякать начинает Задним входом Нет Какие-то сигналы Он кому-то Это Световые сигналы Или он Отправляет что-то Куда-то Информацию Нет Это не световые сигналы А какие сигналы? Звуковые? Звуковые, да Отлично Мы стали ближе Звуковые сигналы, да? С чем это? Сирена какая-то? Он может С безопасностью Причем со старыми машинами Это связано С безопасностью С безопасностью И старыми машинами Ну а что там Клаксон и клаксон Я не понимаю Что вообще в электромобилях Такого убрали По сравнению со старыми машинами Ха-ха-ха Это я посмеялся над вами Да, вот убрали Представьте себе Может быть Когда ты отстегиваешь ремень Она не пищала А теперь пищит? Нет? Нет Я, конечно, глупости говорю Но я просто Это варианты Это нормально Да У него такие иногда ответы Без глупости не обойдешься Скажите, пожалуйста Какие электроприборы Вы знаете у вас дома? Что у вас есть такое? Интересно Чайник Чайник Давайте остановимся на чайнике Он свистит, когда закипает? Он свистит, когда закипает Совершенно верно А, и здесь с машиной что-то происходит? Что-то происходит, да То есть, когда у нее заканчивается батарея или заряд Она свистит Нет Она какой-то издает звук? Нет С перегревом это никак не связано Может, с парковкой как-то связано? Не связано с парковкой Громоотвод, мне пишет Наташа Гениально Такая длинная Штуковина торчит Нет, дорогая Наташа Может быть, с пробками связано, нет? Еще минуты есть? А с пробками не связано Ну, мало ли, я уже просто думала С парковкой это не связано С парковкой не связано Почему система может сигналить? Музыка должна быть Это связано с техникой безопасности Система, значит, сигналит при опасности Да При опасности водителю или пешеходам? При опасности пешеходам При опасности пешеходам водитель заснул там Нет Что, может быть, она сама сигналит? Независимо от водителя? Автономная какая-то система? Она Это происходит То, что происходит Происходит автономно Независимо от водителя Это правда Ух ты Что Может быть, она дистанцию держит? Вот то, что есть в хороших машинах Нифига она не держит дистанцию. Что должен сделать пешеход, чтобы автомобиль начал ему гудеть? Кто сказал, что он гудит? Вы сказали, что это звуковой сигнал. Он не сказал, что гудит. Шипит. Как моя первая покойная тёща. Мы снова в лёгком тупике. Но мы уже очень близки, мне кажется. Очень. Вы очень близки. Это просто неимоверно... Перевожу. Никаких шансов. Ну, подскажите ещё. Ну, слушайте, вы всё уже ответили, но последнее осталось. Чайник свистит. Машина издаёт звуки... Может быть, сирена какая-то включается? Да нет, там сирена. Издаёт какие-то звуки для сохранности пешехода. Ну и что она издаёт? Звук именно какой? Какой звук? Сирена. Да не издаёт она сирену. Клаксон, сигнал. Би-би-би-би. Гудки, что ли, как в телефоне? Мне очень понравилось, как вы сделали. Би-би-би-би-би. Би-би-би. Не би-би-би. Ну что, она мяукает? Нет. В инфляции, но... И гавкает. Вау. Да, с японцами может быть всё. Кстати, подъезжает машина и делает... Вау-вау-вау. Нет. Пётр, у вас есть какие-то соображения? Я ещё не говорю, пока нет. Елена, это он из Японии аж готовил этот вопрос коварный. Я чувствую, да. Я чувствую, да. А следующий будет специально для вас. Мы его всё равно победим. Да, я уверен. Ну что, нам приходится сдаваться, что ли? Ну, неужели мы так... Ну, последние несколько секунд и... Я боюсь, у нас время закончится. Да, вышло. Вот этот звук, знаете, какой был? Вот что вам напоминало этот звук, скажите мне? Будок поезда. Йога для мозгов. Внимание, правильный ответ. Система искусственного шума двигателя автомобиля в обязательном порядке должна была быть установлена... Должна теперь быть установлена во все электромобили, потому что они двигаются бесшумно. Пешеходы не обращают на них внимания. И теперь они должны так же тарахтеть, как и обыкновенные автомобили. Мало этого... А можно УАЗик заказать? Вы можете выбрать... В Японии вы можете выбрать звук. В Европе... В Порт 24-го года. Например, или Астон Мартин. Сумасшедший такой... Подъезжает такая милипуська. Да, и... Да, подъезжает милипуська. И звук Астон Мартин. С рычанием. Так вот, европейцы все сдули, конечно, с этих самых... С японцев. И сделали все то же самое. Молодцы, у нас много правильных ответов. У меня есть следующий вопрос. И опять японский. Йога для мозгов. Вопрос второй. В начале 20-го века в Японии тоже были свои кинотеатры. Но кинопроизводство... Леночка, это вам, как актрисе кино, мои любимые. Кинопроизводства в Японии практически не было. Все фильмы, которые они закупали, были или европейского, или американского производства. Естественно, в кинотеатре был тапер. Ну, потому что надо было сопровождать музыку. С трудом представляет Чаплина под национальную японскую музыку. Да, да, да. Но был еще один человек. А что он делал? В каждом кинотеатре был еще один человек. Ну, на киномеханик, естественно. Время. Вы сегодня исключительно коварны. Да. Да, это такие вопросы. Я узнал это ли, я не знал это. Привет, привет. Так, был тапер. Я могу сказать, как его... Представляете, буквально пару месяцев назад он бы... Приличным человеком... ...проявил полное невидение в этих вопросах. А вы что-то подсказать сейчас хотели? Я могу сказать, вам это вообще все подскажет. И вы сразу ответите, я уверен. Как называлась эта профессия, сказать вам? Давайте. По-японски. Бэнсю. Что вы молчаете? Вы не знаете такой профессии? Как я должен реагировать на японский? На бэнсю. Почти как бонзай. Типа, да. Бэнсю. Ну, подождите. То есть был кинотеатр, да? В начале 20 века. Был человек-тапер. Но там же еще были контролеры билетов. Так. Это не то. Не-не, вот он прямо сидел рядом с тапером. А, ну, он озвучивал как? Что он озвучивал? Начало 20 века, фильмы. Он пел. Не-не, там титры были всегда. Так он их читал? Нет. Он переводил? Нет. Логично. Нет. А титры были на японском? Титры были или на японском, или он... Нет, там не было такой перевод. Ну, переводчики-синхронисты у нас были же, поэтому я... У нас-то были, в Японии было все написано. То есть он сидел рядом с тапером. А что, он мог подкручивать кадры или... Он что-то делал такое... Техническое он делал или творческое? Вот мне пишут... Может, он крики добавлял? Нет. Нет. Акцентировал. Ну, подскажите, ну, подождите, он делал техническую работу или творческую? Хотя бы вот такая подсказка. Я считаю, что это безумно творческая работа была. Очень творческая. Идите рядом с тапером. Тапер играл. Ноты переворачивал, простите. Что, что? Ноты? Нет. Он как-то сопровождал происходившее на экране. Он как-то сопровождал, что происходило на экране. Не создавал шумы. Пел, отпадает. Отпадает. Было бы так логично. Нет, не пел. Он что-то... Он как мим выступал. Ну, пластический... Он звуки издавал? Да, или пластик. Конечно, он что-то говорил. А пластика какая-то была? Или он говорил только? Он был и пластичен. Он был и говорлив. Конферансье. Конферансье. Ну, можно назвать... А что он конферсировал? Он дирижировал? Нет. Он представлял фильм. Нет. Краткий пересказ. Нет. Доносил, да, местного населения смысл вообще. Нет. Это охрана... Доносил... Что, 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 еще раз доносил смысл? А что, они идиоты, что пришли в кино, и смысл не понимают? Ну, столкновение двух культур что-то могли не понимать. Конечно, взять Америка и Япония. Так, и что? Это совершенно разные культуры, которые и сейчас-то их сложно рядом представить. Это кому? Это вот... А, это экскурсия. Экскурсия. Давайте помашем экскурсию. Я же помахала. Так, и что? Чтобы продвинулись и... Идин объяснял смысл японцам. Браво. Фанфары. Ну, это как и я говорила. Перевод. Так это, в общем-то, вы и говорили. Вы и говорили. Вы и говорили. Рассказываем. Молодцы. Значит... Нет, так нельзя. Йога для мозгов. Внимание, правильный ответ. Значит, во время немого кино в Японии существовала отдельная профессия комментатора, вот этот бенси. В общем, бенси это в Токио, а бенсю это почему-то уже в других районах. Я так выяснил. Слушай, я решил блеснуть, мы пришли в ресторан. У бенсю нагрузки сильнее, он больше объясняет. Я говорю, я говорю, я там подходит какой-то японец, который говорит на присущем ему японском языке. Значит, я его пробовал на иидиш, я его пробовал на разные тона, но он не сдавался, он говорил только по-японски. Я ему сказал бенсю. И, знаете, он поправил меня. Я ему сказал бенси из Токио, а он мне говорит бенсю. Бенсю, ну я согласился, что он бенсю. И он, значит, выяснил, что многие аспекты европейской, конечно, и американской культуры, эмоции и жесты героев были совершенно непонятны японцам. И вот этот бенси, все-таки будем в столице останемся, да, пояснял их зрителям, причем делал это на разные голоса. Басом комментировались действия злодеев, тенором героев-любовников, фальцетом женщин. Зачастую бенси вместо простого пояснения импровизировал, меняя, потому что он сам, наверное, я думаю, не знал вообще, о чем речь. И что ему надо, он импровизировал, менял режиссерский замысел, а в некоторых, вообще, некоторые бенси, знаете, как диджеи. Они, у них были свои поклонники, ходили именно на этого бенси, потому что он был очень забавный и так далее. В общем, пользовались большой-большой популярностью. Но потом с переводами мы в нашем уже веке с этим еще раз столкнулись. Да, да, да. В девяностых уже. Ну, как вам? Поездка в Японию у меня удалась? Да. Ну, тогда поговорим серьезно. Йога для мозгов. Вопрос третий. Вопрос третий совершенно меня потряс, когда я недавно его прочел. Мы практически останемся в Японии, но назовем это Россией Иваном Грозным. Отлично. В 1550 каком-то году Иван Грозный, по приказу Ивана Грозного, по Волге справлялись маркированные и пронумерованные бревна. Почему по Волге, по приказу Ивана Грозного, надо было сплавлять вот маркированные бревна? Время. Можно досрочный? Нет, нет. Вам не разрешается говорить на этот вопрос. Почему? Я вам расскажу. Я его выпущу из клетки с ответом попозже. Я не знаю. Ну, подумайте. Маркированные бревна сплавлялись по реке? Да. Для строительства чего-то, да? Наверное, да. А почему они были маркированы? Это зависело от породы дерева, что ли, какой-то? Нет. Я не знаю. Это зависит от года. 1552-й. 1552-й, да. Надо вспомнить, а что произошло в 1552-м? Ой, ничего хорошего, к сожалению. Смотря для кого. Для кого-то может быть что-то хорошее произошло? Ну, нет, для немцев, да. Что с немцами было в 1552-м году? Да, и с Россией тоже немного связано. Маркированные бревна. В основном с немцами. Маркированные бревна. Я еще даже не знаю, что спросить, честно. Я в каком-то не понимаю. Ну, ладно. Строительство. Давайте подсказывайте. Это стройка. Это стройка. Ну, Петр, отвечайте и давайте. Это даже можно сказать в географические координаты, где справляли. Нет, вы скажете уже сразу после перерыва. Йога для мозгов. Ну, что вам сказать. Елена Захарова. Счет пока 1-1. Вопрос был следующий. Почему Иван Грозный по Волге в 1552-м году справлял нумерованные бревна? Сплавлял? Да, да. И идея у него была такая. И он их сплавил, в общем. Все не продал. Ну, это, наверное, путь какой-то был такой, чтобы их переправить, да, куда-то, естественно? Ну, вот у Петра есть ответ. Я это знал. Петр, вы давайте. Ну, это постройка крепости у Свияжска собирали. Ну, а побольше можете? А, взять 1552-е, взять оказание, подготовка крепости для осады, бревна сплавляли по Волге. Вот я не помню, от, до или от Свияжска? До Свияжска. До Свияжска. Ну, я так и думала, в принципе. Ну, что, дайте сами себе фанфары, счет 2-1. Это что, такой вопрос был сложный? Для кого-то сложный, да. Извините. Да. Ну, что, дать вам сложный вопрос? Нет, ну, не надо. Я же хочу тоже ответить. У нас Елена Захарова сегодня играет. Пытается. Хорошо. Итак. В 2010 году... Это как вы, она? Четвертый вопрос, да? Да. В 2010 году умер, к сожалению, один дядька. Очень заслуженный, много умерло в 2010 году, но речь остается только о нем. Идет австралиец, которого звали Дэвид Уоррен, и у которого на могиле, на могиле, плоская плита лежит, и написано не открывать. Вопрос заключается в том, почему на могиле у этого человека написано не открывать время. Может быть, он был как-то связан с током, простите? С чем? С током. Ну, как, не влезай, убьет. Я не знаю. Ну, это как-то с его профессией связано? Связано с его профессией. Значит, он был связан с чем-то, что представлял опасность для жизни людей, нет? Да. А там, напомните, не открывать или не выпускать? Не открывать. Может, это шутка была? Нет. Он что, он был какой-то, ну, уже не радиоактивный當? Нет. Хорошо. Если это связано с током, да, или это не связано? Нет, это не связано с током. Это, конечно, связано с его профессией. Это с какой-то наукой связано, да? Нет. Он не ученый? Нет, он не ученый был. Это связано с его профессией, безусловно. И, безусловно, в память о том, о его профессии и так далее, вот сделали такую надпись ему. А они как-то это герметизировали все? Нет. Это не было связано с его желанием остаться подольше? Нет. Повторите вопрос, пожалуйста. На могиле человека, австралийца, которого звали Дэвид Уоррен, в 2010 году написали не открывать. Почему? В 2010? Да. У него могила была, обычная могила на обычном кладбище, или что-нибудь оригинальное? На обычном кладбище. Но с радиацией это ни с какой не связано, да? Нет. Это серьезно написали? Серьезно написали. Это его было пожелание? Его было пожелание. То есть он в завещании остался написать не открывать? Написал не открывать. А что он еще в завещании написал? У него были еще какие-то условия? Были. Значит, у него была жена, дети. И вот не будем вдаваться в подробности. Нет, но относительно именно его захоронения. Только не открывать и все. Ну там еще была одна фраза, но просто я не буду ее говорить впереди. Угу. Немножко тут пару слов было. А может быть это связано с тем, что он с собой туда что-то забрал? Нет. Не открывать до какого-то года? Нет. Вообще не открывать. Он там ко второму пришествию никак не приурочил? Нет. И мессия тоже, он не еврей был. Он мессия тоже не ждал. Ну, связано с профессией, понимаешь? Связано с его профессией, да. Нам надо догадать профессию, получается. У него было какое-нибудь профзаболевание? Нет. Но он не врач был? Нет. Ну, космонавт тоже. Ну, как-то на голову ему это повлияло, его профессия. А он молодой? Нормальный человек не станет. Не, он пожилой совсем. Но он не ученый? Нет. С наукой вообще не связано? Не очень. С техникой? С техникой. С ракетами, с какими-нибудь самолетами? Нет. Нет, с самолетами. С самолетами, хорошо. Она умная и красивая. Пилот? Пилот. И что? Ну, как, запасной выход, что ли? Нет. Нет. Ну, подождите, пилот, и что? И что? Пилот, и что? Пилот, и все, я так смотрю. Ну, подождите еще. Пилот, 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 самолет. Он был пилотом самолета? Ну, а что не открывать-то? Вот, кстати, почему? Ну, потому что самолет герметичен. И там должно быть все герметично. Когда самолет взлетает же... Ну, вы знаете, много пилотов, много пилотов. И не у всех на могиле пишут не открывать. Честное слово. Чтоб не вылетел. А он что-то изобрел такое. А он что-то изобрел? Может, он какой-то двигатель изобрел? Нет. Он изобрел систему закрывания дверей? Нет. Господи. Герметизацию, собственно. Нет. Ну, он, может быть, изобрел что-то, связанное с безопасностью пассажиров? Нет. С безопасностью пассажиров? Нет. С безопасностью полета? С самолетом связанное? С безопасностью самолетов? Да, конечно. Ну, что, маски, что ли, эти? Нет. Ну, что еще не открывать? Если это не двери. Он изобрел. Жилет? Не открывать жилет. Не вскрывать? В Одессе говорит, что кто-то... Пледники? Окна? Нет. Вы видели когда-нибудь окна? Ну, нет, конечно. Нет, ну, я имею в виду, вот эти иллюминаторы? Нет. Я помню вопрос, который в школе задавали. Что еще не открывать? Мы друг другу. Какого цвета в самолете стоп-кран? Красный или синий? Помните? Ну, помню. Ну, подождите, ну, подскажите. Еще минуту. Подскажите. Он что-то изобрел. Это честно. Он что-то изобрел. Ну, выигрываем вообще пока. Да, 2-1. Он что-то изобрел. Он что-то мог изобрести такое, что вообще прославился на весь мир, ему все благодарны, и это не открывать. Вытушку в туалетах. Связанное с самолетом. Что? Связанное с самолетом и с пилотированием. Связанное с самолетом и с пилотированием. И с... С парашютами, да? Нет. Подождите, а может быть это связано с вот этим, с которым самолет сажается, с автопилотом? Нет. Что в самолетах нельзя открывать? Вот именно. Ну, понятно, двери, окна, люки. Замки. Замки. Автоматически. Ну, что еще? А что связано с security, security, пассажирская безопасность? Вода, что ли? Все, вода, безопасность пассажира. Нет. Оружие? Нет. Оружие не открывать. Нет, ну я просто... Багажный отдел. Нет. Безопасность у пассажиров. Да. Ну, металлоискатели. Ну, я не знаю, ну как вот идешь, когда... Что еще может быть в самолете? Что нельзя открывать? Нож? Нельзя, понятно. Вискут. Ну, я не знаю уже. Ну, Петр. Петр, давайте. Что-то у меня... Сейчас становится 2-2. Ну, подождите, мы почти отгадали. Да. Мы близки. Ну? Петр, ну пожалуйста. Ну, не открывать. Что он мог изобрести такого, на чем написано... Вот прямо, знаете, написано не открывать. Кстати, название этой штуки... Название этой штуки совершенно не соответствует... Как гениальный вариант был. Опять нет. Какой вариант? Запасной выход. Нет. Название этой штуки совершенно не соответствует тому, как она выглядит. Я интересовался. Какой это? Огнетушитель, что ли? Да нет. Вот то, что он изобрел, и то, что не надо открывать. Название вот этой штуки, которую он изобрел, совершенно не соответствует виду. А называется вот так. И нельзя открывать. Ну, можно я остановлю это? Не напиток это какой-то, нет? Нет. А, нет, не то. Чуть-чуть мимо, но почти. Так, ну-ка, что это? Йога для мозгов. Внимание, правильный ответ. На бортовых самописцах, которые более известны как черные ящики, размещена надпись Do not open fight recorder. Не открывать. Бортовые самописцы были изобретены вот этим самым Дэвидом Уорреном, за что ему, кстати, благодарно все человечество, и это он изобрел тот черный ящик. Вот эта вот надпись. Послушайте, а я разъезжать и говорил, что это... Вы говорили, что это серьезно. Надпись-то серьезная? 3-2 не испортим. Следующий вопрос. О, какой следующий вопрос. Я чувствую тут вопрос. 3-2 уже шестой вопрос? Да. Я не думаю, что вы знаете, кто он такой, но его звали Шарль Анри. Это самый знаменитый представитель известной и самой долгой династии парижских палачей. Какая прелесть. Да. Сансонной фамилией была. Вы через Францию в Японию летели? Я все детство там провел. Именно он казнил Людовика XVI, Мария Анетта, Д'Антона, Шарлотту, Корде и так далее. Его младший сын Габриэль стал палачом Робеспьера. Династия насчитывала семь поколений палачей. Непростое ремесло, я вам скажу. Десятилетиями переходила от отца сыну. А вот последний в XIX веке палач из этого рода Клемен Анри вынужден был свою профессию закончить. А что случилось? Почему? Время. Палач вынужден был закончить. Может, ему самому казнили? Нет. Может, он полюбил людей и как-то понял, что все предыдущие поколения ошибались. Петя, давай фанфары дадим. Потому что я считаю, что вы заслужен. Нет. Ну, слушайте, это блестяще совершенно. Он полюбил людей. Ну, потрясающе. Так, ну, а почему он не захотел? Он не захотел или ему не дали? Хороший вопрос. Он не захотел или ему не дали? Он все, ну, вот перестал. Хотя казни продолжались, потому что последняя казнь во Франции была, по-моему, в 60-каком-то году. А может, у него рука болела или потерял он руку? Нет, гильотин, гильотина была. Гильотин. А, ну, все, может, с силой как-то. Ну, там не очень. Ну, то есть, это не связано с физическими какими-то недостатками? Они отменили еще смертную казнь? Нет, в 20-м веке. В 60-х годах еще казнили. Кстати, я видел гильотину, такой небольшой мини-гильотину во Вьетнаме, колония. И там она, говорит, орудовала со страшной силой у французов. То есть, ну, французов-то мало туда попадалось. Что-то вообще страсть такая к гильотинам национальной. Нет, нет, не отменили смертную казнь, мне кто-то пишет. Вика мне пишет, дорогая, нет. Долгое время никого не казнили, мне пишет Максим. Но, с другой стороны, на кол сажать они-то тоже не научились. А может быть, это перестало быть прибыльной какой-то профессии? Может быть, он нашел более выгодную профессию? Это перестало быть прибыльной. Фанфары! Да что ж, так неожиданно. Правда? Видите, я иногда могу. Черт, стал 3-3. Я думал, слушайте, я думал, мы на этом вопросе... Юга для мозгов. Внимание, правильный ответ. Вы не поверите. Вы не поверите вообще. Все, что происходит во Франции, связанное с гильотиной и с казнями, это вообще что-то невообразимое. Итак, в середине 19 века работа палача стала сдельная. Можете представить? И по причине довольно редких казней, последний из вот этого рода сансонов, Клемен Анри, из-за долгов заложил свою гильотину у ростовщику. Прелесть какая. В нужный момент тот наотрез отказался отдавать орудие труда Клемен Анри без возврата денег. И Клемен был с позором уволен из парижской мэрии. И так оборвалось 7 поколений палачей знаменитых. Почему это все придумки, что они в маске работали? Они никогда в маске не были. У них был колпак и одеяние, которое они сами себе придумывали. Колпак и все даже на глазах? Ничего подобного. У них лицо никогда не было закрыто, потому что это считалось профессией. Ну да, профессия. Кошмар. Как все другие. Ему надо было, в общем, он же, знаете, только исполняется. Это из средневековья еще. Да-да, это идет из средневековья. Поэтому вот эти все придумки для кино, колпаки с прорезями, нет. Но представьте себе, сдельная работа палача, это, конечно, дорогого стоит. Ну что, счет стал 3-3. Задать успеем. Йога для мозгов. Вопрос сильный. Мы не успеем ничего задать, поэтому... Нет, задать успеем еще минуту. Ну если как, мы можем попозже. Давайте-давайте. Да, задать. Я готова, да. Я разошлась. Хорошо. Какое слово нельзя произносить, запрещено произносить депутатам парламента в Австралии? В Южной Австралии, кстати, это произошло, а теперь вся Австралия, время. Это существительный глагол? Слово. Не могу. С религией связано? Нет. Это имя чье-то? Нет. С животными никак не связано? Не связано. С ориентацией? Нет. Ну что, после перерыва? Давайте пока подумаем. Давайте. Йога для мозгов. Итак, Леночка, я вам даю две минуты, потому что ответ очень там напрашивается. Я не знаю, вот у нас в Думе, если бы ввели, это было бы интересно. Какое слово нельзя произносить депутатам парламента в Южной Австралии? И в Австралии теперь принято то же самое. Какое слово? Петя. Петя, какие у вас мысли есть? Слово, которое мы произносим каждый день по тысяче раз. О, то есть это не имя королевы или премьер-министра? Нет. Мы подумаем. Нет. Посмотрим. Нет. Наверное. Нет. Да, нет. Нет. Потом. Нет. А вы вот не скажете все-таки, может, местоимение какое-то? Нет, не скажу, но это такой, знаете, вот какой-то политесс. Вот он запрещен. Причем довольно мудро, я бы сказал. Но мы вам покажем? Нет. Это какой-то, знаете, вот такой жест. Какой жест? Это слово такое. Ну, мы произносим... Ну, да, но вы говорите, что это слово, это жест. Какой жест? Жест чего? Вы когда разговариваете со мной, вы или там с кем-то, вы всегда это произносите. Это жест такой, знаете, его не обязательно говорить. Это жест вежливости? Вежливости, конечно, да. Спасибо. Нет. Еще? Здороваться. Здороваться. Нет. Еще? До свидания. Нет. Еще? Как дела? Ну, какое-то банальное должно быть, да? Очень. Я объясню, почему. Спокойной ночи. Ну? Здравствуйте, до свидания. Это я сказала, спасибо. Пожалуйста. Да, браво. Пожалуйста? Да. Да, пожалуйста, фанфары. Вот так. А вы говорили, мы не отгадаем. Совершенно блестящая история. Мы не должны были, что за психи австралийцев. Расскажу. А расскажу я вот что. Йога для мозгов. Внимание, правильный ответ. А он подсказывается. В 2003 году депутат парламента штата Южная Австралия Керлин Мэй Уолт обратилась к министру с вопросом по проблеме ограничения потребления воды. Как обратилась? Пожалуйста, расскажите нам, как вы собираетесь доводить свои планы до широкой общественности. Спикер парламента не дал ответить министру, сообщившую слово «пожалуйста». Употреблять здесь нельзя, так как депутаты не должны никого упрашивать. Или их не должны просить. То есть «куджи плиз» вот это вот нельзя. Нельзя. И, вы знаете, мне понравилась эта идея. Они на службе. Что их просить? Вы знаете, что-то в этом есть. Требовать. Требовать надо. Их избрали из воли на гора. Вы знаете, что-то... Ну, согласитесь со мной. Да, согласна. Как в Дании, например, я совершенно недавно узнал, что ты сам... Есть такой процент, по-моему, 5 или 7 процентов. Расписывается. Если наши слушатели могут меня поправить, не помню, там сколько процентов. Но ты свои налоги имеешь право направить туда, куда ты считаешь нужным. Здравоохранение. 5 процентов своих налогов. Здравоохранение. Армия. Там, я не знаю, образование и так далее. Нашим еще лет 20 надо объяснять, что это наши налоги. Что это не государственные деньги, которые, может быть, дадут, а наши налоги. Теперь смотрите, дорогие друзья, те, которые нас слушали, те, которые выиграли. У меня масса к вам предложений. Я решил сделать все-таки четырех победителей. У нас два альбома «Ножи» и «История войн» и две моих книги. Кто первый дозвонится, тот будет иметь право выбора. Итак, Алексей, 2914. Кто, куда дозвонится? Мы, кому первому дозвонимся. Да, да. Андрей, 2518, конец телефона. Рустем, 8864. Ольга, 0060. Вот будем вытаскивать бумажки. Кому дозвонимся, тот будет иметь право выбора. Я был абсолютно счастлив вернуться в такой замечательной компании с уже сверхзаслуженным мозгаёвом нашей страны, которая сегодня, конечно, победила. Ну и Елена Захарова сегодня без компании делала. Елена Захарова одна сражалась. Леночка, я вас обожаю, собственно, как и вся страна. Спасибо. Я был счастлив. Мы услышимся в следующую среду. И теперь впереди у нас целый, целый год. И 300 вопросов, которые я для вас приготовил. А вы уже на следующей неделе будете. Конечно. Прикрасно. Всего хорошего.